Роскомнадзор попытался закрыть глаза Богу. Кто не знает, это бот в Телеграм, с помощью которого можно пробить информацию о человеке из открытых и не очень источников. Вы присылаете боту номер телефона или почту, или никнейм, а в ответ получаете привязанные страницы в соцсетях, объявления на авито и т.д. Таким способом пользовались расследователи в нашумевшем видео Навального. И в целом мы сами виноваты, что эта информация появляется в сети, мы заполняем различные формы в соцсетях, пользуемся приложениями типа GetContact и т.д. Но я с Роскомнадзором согласен, в нехороших руках эта информация может очень сильно подпортить жизнь любому человеку. Листая свою телефонную книгу, я решил закинуть номер одного популярного сейчас техноблогера в бота и узнал, что он со своей подругой любители БДСМ, манги и прочего хентая, а его фейк-страница привязана к текущему номеру. Причем он зачем-то подписался на эту фейк-страницу. В общем, это информация, которую другие знать не должны. Я думаю, вы со мной согласитесь. Заблокированный в Телеграме Роскомнадзором бот не работал всего сутки. Они пытались решить мирным путем, пытались выдать себя за поисковую систему, насколько мне известно. Ну, в общем, через сутки оплата снова заработала, бота переадресовали и сейчас функционал практически полностью работает, за исключением по-моему поиска по фотографии. Привет, друзья! На связи МК. Меня зовут Михаил Крошин. Это рубрика «Что там в IT», где я коротко вам расскажу о самых интересных IT-новостях прошедшей недели. Возвращаясь к теме блокировок, можно отметить, что Роскомнадзор в последнее время активизировался. Сейчас они воюют с Twitter. Те не хотят удалять запрещенный контент, не идут ни на какие контакты. В результате было принято решение замедлить скорость работы сервиса. Итог был немного предсказуем. Упали куча сайтов правительственных организаций и были замедлены десятки тысяч страниц в интернете, чей адрес включал сочетание t.com, которое относится к Twitter. Например, таким сайтом является Microsoft.com. Более того, уронили даже крупнейшего российского оператора Ростелеком. Пользователи не могли выйти в интернет. Конечно, Ростелеком все отрицает, но мы-то помним ковровые бомбардировки со времен блокировки Telegram. Ведомство использует технологию глубокого анализа пакетов DPI, которая реализуется на достаточно дорогом оборудовании. И оно, в свою очередь, установлено не у всех операторов. Ну, на самом деле обойти блокировки можно с помощью обычного VPN, но если что, я ничего не говорил. А теперь действительно о грустном. В возрасте 60 лет в Уфе скончался репакер Хаттаб — один из самых известных людей в пиратских кругах, и никто и представить себе не мог, что этому человеку столько лет. Его настоящее имя — Радик Низамов. Благодаря ему десятки тысяч людей получали качественные репаки самых свежих программ и игр. Есть те, кто считают, что Хаттаб был взломщиком софта и игр. Но это не так. Он был лишь проводником между взломщиками и конечными пользователями. Он брал официальный дистрибутив, вшивал в него Кейган и упаковывал в красивый и компактный установщик — очень рутинное и долгое занятие. Хаттаб делал свои раздачи бескорыстно и даже в последнее время, когда его болезнь легких прогрессировала, он не бросал свое любимое дело, ведь ребята ждут. Один из пользователей Пикабу, который лично знаком с Низамовым, поделился его фотографиями в сети и сказал, что он был очень скромным человеком. Хаттаб жил один, раньше служил в армии. Видел бы он, как люди сейчас тепло о нем отзываются. Но были и те, кто пожелал ему гореть в аду. Сотрудник 1С Виктор Зуев так прокомментировал смерть Хаттаба и сравнил его с Гитлером, устраивающим геноцид разработчиков. Позже он свой твит, конечно же, удалил. Но давно уже всем известно, что пиратство не является главной проблемой разработчиков, а иногда оно наоборот стимулирует людей на покупку игры. Светлая память человеку, который занимался репаками больше 10 лет, и многие специально искали раздачи от Хаттаба, которые стали золотым стандартом. Увы, продолжать его дело никто не будет — так написали в официальной группе ВКонтакте. Поэтому все будущие раздачи — это 100% фейк. Остерегайтесь подделки. Теперь отправимся в космос. На днях в 21-й раз SpaceX запустила очередную порцию 60 спутников Starlink. И сейчас она уже покрывает всю территорию США. Только вдумайтесь, вы можете где-нибудь в прериях развернуть антенну и получить интернет со скоростью в 100 мегабит в секунду и пингом в 20-30 миллисекунд. То есть можно осмотреть видео в 8к и играть одновременно. Разумеется, спутниковый интернет для такой огромной страны как Россия — это отличный выход. Но такого скорее всего не случится, по крайней мере с Илоном Маском. Все дело в том, что наши власти выступают против зарубежного интернета и хотят его опустить на землю, то есть чтобы вся информация сначала проходила через СОДы, а потом уже на устройство пользователей. А по законам США спутниковый интернет подчиняется законам страны, над которым летают спутники. Starlink уже тестируют в США, Германии, Новой Зеландии. Илон Маск подал заявку в патентное бюро на установку спутниковой системы на движущиеся объекты, такие как самолеты, суда и автомобили. В общем, за спутниковым интернетом однозначно будущее. Надеюсь, мы в этом будущем не будем догоняющими. Но не все так плохо с интернетом и в России, и в странах СНГ. Во-первых, у нас и цены на интернет не такие дорогие. А вот, например, МТС начали тестировать 5G в Москве и, в принципе, это довольно удачный эксперимент. МТС запустила в Москве полтора десятка тестовых зон 5G. Они работают в диапазоне частот 4,9 ГГц и обеспечивают скорость аж до 1,5 Гбит в секунду. Фильм в разрешении 4К можно скачать за считанные минуты. Как всегда, все новые технологии пока только в Москве. Но мы перейдем к более насущным проблемам, а именно проблеме майнинга. Напомним, что из-за серьезного роста курса биткоина, который недавно пробил планку в 60 тысяч долларов, он потянул за собой и другие криптовалюты, которые выгодно майнить. Тот же эфир. В общем, видеокарты сейчас стоят просто баснословных денег. RTX 3080 за 250 тысяч. Ну, это куда вообще? И была только одна надежда, что Nvidia или AMD снизят хешрейт на новых видеокартах, тем самым они станут не так интересны майнерам. И в целом Nvidia даже попыталась. Свежая RTX 3060 вышла с антимайнинговым механизмом, который вдвое урезает производительность при майнинге эфира. Причем Nvidia хвасталась тем, что, дескать, она использует глубокую связь драйвера и видеобиос, и взломать такую защиту просто невозможно. Но зеленые не учли, что против них воюет армия китайцев, которые майнят в огромных масштабах. Для них это хороший заработок, они зарабатывают миллионы долларов. В результате был выпущен кастомный видеодрайвер, с помощью которого RTX 3060 снова майнит как надо на уровне GTX 1080 Ti. В общем, ждем очередного повышения цен и отсутствия этих карт на полках магазинов. Однако рекорды нужно искать не в Китае. Выделились японцы, представив самый быстрый в суперкомпьютер Fugaku. Что интересно, он работает более чем на 7 миллионах армядер и обгоняет ближайшего конкурента от IBM аж в два с половиной раза. Строили и отлаживали этот суперкомпьютер аж 7 лет, однако это далеко не рекорд. Фанаты спустя более чем 15 лет, спустя выхода Half-Life 2, все еще ждут третью часть. А вот фанаты Stalker, которые ждут вторую часть всего лишь 10 лет, могут порадоваться, так как появилась новая информация об игре от ее создателей. Нам обещают огромный открытый мир, продвинутый искусственный интеллект Alive, множество концовок, потрясающую историю, невероятную графику и поддержку трассировки лучей. Причем игра какое-то время будет эксклюзивом для ПК и Xbox. Владельцам консоли от Sony придется подождать. К слову, пользователям PlayStation 5 конкретно не везет. Если Sony хвасталась эксклюзивами в предыдущих поколениях, то теперь Xbox перехватил лидерство, так как Microsoft купила компанию Zenimax, которой принадлежат студии Bethesda и ID Software. А ведь это огромное количество популярных франшиз, таких как Fallout, Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, Quake и множество других. И глава игрового подразделения Xbox Фил Спенсер напрямую заявил, что какие-то из новых игр Zenimax станут эксклюзивами для Xbox и ПК, так что PlayStation будет в пролете. Хотя надо сказать, что и у консоли Sony своих эксклюзивов хватает. Тот же новый Horizon на Xbox никогда не выйдет. На неделе случилось много и других интересных IT событий. Это очередная поломка, починка телескопа «Хаббл» и новые данные от марсохода, который недавно приземлился на поверхность красной планеты, и первые тесты RX 6700 XT. В общем, новостей хватает. Все эти новости вы можете читать в нашем сообществе ВКонтакте. Ссылочку я оставлю в описании. Рубрика «Что там в IT?». Если вам понравилось, ставьте лайк, и мы будем выпускать ее чаще. На этом все, друзья. Меня зовут Михаил Крошин. Ссылочки в описании. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok